Приветствую вас дорогие друзья! Мы продолжаем наш практический видеокурс и сегодня у нас занятие на пленере. У нас сегодня реальные съемки пейзажа. За моей спиной находится живописнейший Мархозский хребет. Это окрестности замечательного города-курорта Геленджик. И все наши фотосъемки пройдут именно в этих сверхфотогеничных местах. Мы с вами сделаем панорамные съемки, мы поснимаем водопад, сделаем интересные кадры в лесу, в дубовой роще. И еще какие-нибудь сюжеты, которые просто подвернутся нам по дороге. Наша сегодняшняя фотосъемка, она достаточно экстремальная. Как я уже говорил вам в одном из занятий, я очень люблю фотографировать в каких-то автомобильных путешествиях. Но сегодня не просто автомобильные путешествия, сегодня мы путешествуем на джипе. Потому что трасса реально сложная. Вы еще увидите, насколько это действительно необычная дорога, не для любого автомобиля. И нужно определенные навыки вождения по таким местностям. Нам в этом будет сегодня помогать замечательный пилот, замечательный водитель Геннадий. Ну, а сейчас мы перейдем, собственно, к самому занятию. Первый сюжет, я думаю, мы сделаем вот отсюда, с вершины горы. Мы сфотографируем Геленджикскую бухту. Очень красивый пейзаж. В кадре будет море, в кадре будет замечательное небо с облаками. В кадре будут цветы, зелень. В общем, все то, что обычно наполняет классический пейзаж. Для этого я буду использовать, во-первых, штатив. Ну, камера, само собой. И вспомните, когда я вам рассказывал, как я рекомендую выбирать штатив. Вот штатив, которым я пользуюсь уже очень давно. Штатив фирмы Манфротто. Он не очень тяжелый, поэтому его легко носить с собой. Но исключительно надежный. Даже если я всем весом буду на него давить, ножки не складываются. Штатив стоит мощно. Штативная головка вщелкивается, точнее, площадка в штативную головку. И дальше мы начинаем, собственно, выстраивать кадр, начинаем кадрировать. Значит, сразу должен сказать, что в пейзажной съемке очень важно выставлять линию горизонта строго по горизонту. Для этого, в общем-то, есть несколько способов. Во-первых, есть такие штативные головки, на которых есть пузырьки, по которым восстанавливается четко линия горизонта. На моем штативе такого нету, таких пузырьковых, вот этих вот, скажем так, датчиков. Но есть еще пара способов. Один способ. Можно в камере, прямо в самой камере, в видоискателе, через меню, установить, скажем так, по линеечке. То есть, вот вы уже все знаете, что есть такой принцип третей. На экране выставляется сетка в виде линеечек, делящая кадр на три части. То есть, две полосочки вертикальных, две горизонтальных. Вот с помощью этих горизонтальных полосочек тоже можно выставлять линию горизонта. Ну и самый, наверное, лучший способ, это в меню камеры, по крайней мере, в меню моей камеры, есть очень удобная опция. На экран выводится, значит, уровень горизонта электронный. Вы сейчас это увидите все. И когда я полностью кадр выставлю, когда я уже скадрирую картинку, окончательно линию горизонта я поправлю вот по этому вот электронному уровню. Сейчас мы все это с вами посмотрим. Первый сюжет, который я хочу сфотографировать, это, собственно, пейзаж бухты, моря и очень красивого неба с облаками. То есть, в этом варианте кадрирования я не буду брать переднего плана никакого с этими цветами. Нижнюю часть кадра будет ограничивать, собственно говоря, бухта и полосочка города. И большая часть, скажем так, две трети кадра будет занимать красивое небо. Как я вам уже говорил, при съемке с очень жестким светом, который где-то примерно сбоку светит или контровой свет, обязательно применение бленда. Иначе мы получим обязательно какую-то засветку, вуаль, зайчики. Так что, бленду я одел. И вот тот аксессуар, о котором тоже мы говорили с вами, это электронный спусковой тросик. Потому что, если нажимать на кнопку спуска, велика вероятность того, что камера все-таки дернется. Поэтому я всегда использую электронный спусковой тросик. Итак, первый сюжет. Вот вы видите, это геленджикская бухта. Она вдалеке, до нее несколько километров. То есть, теоретически, мы можем поставить объектив на бесконечность и сфотографировать этот кадр. Но у разных объективов есть свои специфичные свойства. В данном случае мы работаем объективом 24-70 миллиметров фирмы Canon. И у этого объектива есть вот какая особенность. Если этот объектив поставить жестко на бесконечность, будет идеально резкий центр кадра. Но обязательно слегка не резкими размытыми получатся края и углы кадра. Это нужно обязательно учитывать. Если у вас ландшафтная съемка, то есть, нет никакого переднего плана, все равно нужно ставить объектив не на бесконечность, а чуть-чуть сдвигать его в сторону близкого расстояния. Ну, допустим, чтобы сам объектив по рисочкам, которые вот здесь есть, стоял в метрах на пяти. Тем более, мы фотографируем на фокусном расстоянии 24 миллиметра. Очень большая глубина резкости на этом фокусном расстоянии. Но слегка смещаем. И тогда у нас весь кадр от угла до угла будет идеально резкий. В противном случае, вы сильно удивитесь, что вроде бы и объектив хороший, и диафрагма закрыта сильно, а углы до кадра получаются не идеальными. Итак, мы смещаем слегка точку фокусировки. Экспозицию я всегда в таких случаях ставлю по самым светлым участкам. В данном случае, моя задача, чтобы небо получилось максимально проработанным. Чтобы не было такого, чтобы вместо облаков просто белые дыры, потому что облака далеко не белые, они с переходами, серые, там градиенты очень красивые. Даль не должна пропасть, потому что, если опять-таки экспозиция будет выставлена неправильно, то линия горизонта моря сольется с линии горизонта неба. Там довольно тонкий такой переход по контрасту, по яркости. Поэтому выставляем экспозицию по самым светлым участкам. Вот сейчас я посмотрю, что у меня получается. У меня получается, что на чувствительности в 100 единиц ISO, у меня при диафрагме, диафрагмном значении 11, выдержка получается 250. Ну, собственно говоря, делаем кадр. Как я уже сказал, я работаю полностью в режиме мануэл. То есть экспозиция в режиме мануэл, выдержка диафрагма, на ведение на резкость, в данном случае тоже, вот я слегка сбил в сторону близкого расстояния, тоже в ручной фокусировке. Делаем кадр. Ну, я сразу смотрю по электрончику, что все получилось хорошо. Никогда не делаю один дубль. Даже если учесть, что я абсолютно правильно проэкспонировался, я делаю небольшую экспозиционную вилку. Это можно делать в режиме брикетинга, в автоматическом. Но я предпочитаю делать это ручками. То есть я сделаю один кадр, допустим, сдвину выдержку на две трети стопа в более короткую выдержку. То есть я сделаю экспозицию чуть меньше. И потом я еще один дубль сделаю тоже два стопа в более длинную выдержку. То есть экспозицию сделаю больше. Дубль будет светлее и темнее. Это я делаю чисто для перестраховки. Потому что все равно бывают случаи, что в кадре хочется проработать какие-то определенные нюансы. Что-то хочется больше в тенях показать, что-то в светах. И поэтому лучше всегда иметь дубли, которые сделаны с экспозиционной вилкой. Продолжение следует...